Всем привет! Я Елена Кожухарь и в этом ролике я покажу, как связать такой узор для шали из пышных столбиков. Также покажу схему для вязания прямого полотна. Разбирать сегодня будем именно этот вариант шали и перед тем, как приступим, предлагаю посмотреть все схемы. Вот еще один вариант узора без столбиков с двумя накидами. Ну и собственно прямое полотно. Все схемы в хорошем качестве вы можете посмотреть у меня на сайте, перейдя по ссылочке в правом верхнем углу. Итак, набрали 8 воздушных петель и вяжем в самую первую петлю 4 столбика с двумя накидами, набираем 2 воздушные петли. В эту же петелечку вяжем столбик с тремя накидами, набираем 7 воздушных петель и поворачиваем. Под арочки вяжем по 4 столбика с двумя накидами и набираем 2 воздушные петли после каждой группы. Заканчиваем ряд столбиком с тремя накидами, набираем 7 воздушных петель и поворачиваем. Каждый ряд у нас начинается с 4 столбиков с 2 накидами 2 воздушные петли. Под цепочку предыдущего ряда начинаем вязать пышный столбик. Пышный столбик я вяжу так. Сделала накид, вытянула длинную петлю и повторяю это же еще 3 раза. То есть это 4 длинных полустолбика с одним накидом. Теперь захватываем рабочую нить и провязываем все петли, кроме одной. Провязываем оставшиеся 2 петли, набираем 2 воздушные петельки. Под эту же цепочку делаем соединительную петлю и набираем 2 воздушные петли. Сюда же вяжем еще один пышный столбик, 2 воздушные петли. Все ряды тоже заканчиваются одинаково. Под арочку вяжем 4 столбика с 2 накидами, набираем 2 воздушные петли, вяжем последний столбик с 3 накидами, 7 воздушных петель и поворачиваем. 4 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли, пышный столбик под цепочку, 2 воздушные петли, соединительная петля, 2 воздушные петли. Еще один пышный столбик сюда же и 2 воздушные петельки. Такую же галочку вяжем в следующий промежуток. Заканчиваем этот ряд. Дальше все ряды вяжутся одинаково, просто галочек будет каждый раз на одну больше. Вот такой прожорливый, но очень красивый узорчик получается. И вяжем таким образом любое нечетное количество рядов. Заканчивать и выравнивать будем в четном ряду. Чтобы закончить данный узор, его обязательно нужно выровнять. Для этого мы связали необходимое нечетное количество рядов и будем вязать выравнивающий край. Последний ряд должен быть четным. Набрали 6 воздушных петель. В первую арочку вяжем 4 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли. Дальше 4 столбика с 1 накидом, 1 воздушная петля. И дальше вяжем под арочки 4 столбика, 2 петли, 4 столбика, 1 петля. После последней группы столбиков набрали 2 воздушные петли. Вяжем столбик с 2 накидами, закрепляем и у нас шаль готова. Прошу заметить, что данная обвязка немножко как бы соберет край. Поэтому если вам такой эффект не нужен, то вяжите между каждой группой столбиков по 2 воздушные петли. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!